МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. В Казбикбийском районном суде начались слушания по делу о предполагаемом участии двоих карагандинцев в запрещенной религиозной организации. Родственники подсудимых не верят в причастность молодых людей к экстремизму. Карагандинский областной историко-краеведческий музей отметил 85-летний юбилей. По этому случаю состоялась научно-практическая конференция. Стать боссом на один день. Такая возможность представилась карагандинским старшеклассникам. В шахтерской столице прошла акция «Дети у руля». В Казбикбийском районном суде начались слушания по делу о предполагаемом участии двоих карагандинцев в запрещенной религиозной организации. В марте были задержаны Уали Али Аскаров и Михаил Ткачев. Однако родственники подсудимых заявляют, что молодые люди всего лишь увлекались чтением эзотерической литературы и никакого отношения к религиозному экстремизму не имеют. С подробностями Мирам Гульсал Кимбаева. Супруга Михаила Ткачева заявляет, что обвинения в разжигании межрелигиозной розни в отношении мужа бездоказательны. Действительно, Михаил увлекался чтением определенной литературы, в частности книги под названием «Откровение людям нового века». По словам родственников подсудимых, книга – это не религиозного, а скорее эзотерического характера. Научные книги медицинские. О мироздании, о процессе всего этого, как вообще мы живем здесь, как надо жить, в принципе, что в любви, в гармонии, любить всех и каждого, неважно, какой-то националь, с какого-то вероисповедания. То есть мы все равны, они не религиозные, они просто… Но они научно-поглинистические, не религиозные книги. Даже вот экспертиза в Министерстве религии в Астане, она тоже сказала, что книги не религиозные. Они больше к эзотерике относятся, но не к религии. Не верит в виновность подсудимых и брату Али Аскарова. Он отмечает, что до сих пор родственникам не были предоставлены доказательства того, что подсудимые занимались чем-то противозаконным. За что люди сидят? Никаких доказательств нету, даже терроризм. Обычно террористов как показывают, типа, потому что, блин, там оружие, запретная какая-то литература у них есть. Здесь ничего этого нету, даже близко. Стоит отметить, что автор книги «Откровения людям нового века» некий россиянин Леонид Маслов, бывший ученый-физик. Он же создал общественное движение. На территории России это движение ликвидировано, а официальная русская православная церковь признала ее тоталитарной сектой. Кроме того, российским судом книги Леонида Маслова признаны экстремистскими, направленными на возбуждение национальной розни. На первом судебном заседании адвокат подал отвод судье, а председателю районного суда защитники подсудимых подали сразу 8 ходатайств. Ни следователи, ни прокуроры, надзирающие в ходе до судника, так и не смогли разъяснить сущности предъявленного подозрения. А уголовный процесс может затянуться еще на долгое время. Поэтому я прошу изменить меру пресечения подсудимым на иную, несвязанную с лишением свободы. Это может быть и залог, или подписка о невыезде. Сходатайство адвоката Кирьянова, изменения в отношении подсудимых Аляскарова, Вольна Сапаровича и Ткачева Михаила Сергеевича, меры пресечения содержания подстражей на домашний арест. Отклонить меру пресечения содержания подстражей в отношении Аляскарова, Вольна Сапаровича и Ткачева Михаила Сергеевича оставить прежнюю. Родственники подсудимых уверены в невиновности молодых людей. Сами подсудимые также уверены, что ничего плохого они не совершали. Мы продолжим следить за процессом. Методику обучения казахскому языку на основе латинской графики обсудили в Карагандинском государственном университете имени Букетова. Преподаватели и студенты ВУЗа приняли участие в работе круглого стола научно-методическое обеспечение перехода казахского языка на латинскую графику. Карагандинский государственный университет имени Букетова ведет широкую пропаганду введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике. Для этого ВУЗ располагает достаточными организационными и кадровыми ресурсами. Кроме того, университет имеет большой опыт работы в сфере полиязычного образования. Как известно, 12 апреля 2017 года президент нашей республики Нур-Сутан Абишев Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее. Духовная модернизация» предложил переход казахской письменности на латинскую графику. С того времени академическое сообщество нашего университета проделало большую работу по разъяснению предложения главы нашего государства. Они приняли участие в многочисленных встречах со школьниками, со общественностью по всей территории нашей области. И, как вам известно, недавно был подписан указ о новом алфавите казахского языка. Здесь собрались ученые-филологи, представители государственных органов, студенты. Сегодня обсуждается не только актуальность введения новой графики, но и разрабатываются методики обучения казахскому языку на основе латинской графики. И сегодня в нашем университете мы проводим круглый стол, посвященный научно-методическому обеспечению перевода казахской письменности на латинскую графику. Мы сегодня на нашу встречу пригласили представителей управления образования, управления по развитию языков в караганинской области, управления внутренней политикой. И наша задача – обсудить те проблемы, которые могут возникнуть при переводе казахской письменности на латинице. Участники круглого стола также говорили об истории функционирования латинского алфавита в Казахстане. Было отмечено, что сегодня ученые университета проводят большую работу по научно-методическому обеспечению перевода казахского языка на латинскую графику. Карагандинский областной историко-краеведческий музей отметил 85-летие со дня основания. В рамках празднования юбилея состоялась научно-практическая конференция. Современные тенденции в развитии музеев обсуждали сотрудники музеев, ученые вузов и специалисты научно-культурных центров. 7 ноября 1932 года областной историко-краеведческий музей впервые распахнул свои двери. 85 лет спустя он является хранилищем культурно-исторического наследия и привлекает посетителей не только из Казахстана, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Примечательно и то, что сотрудниками музея на постоянной основе ведется массовая научно-просветительская деятельность. По словам директора музея Ержана Нурмаганбетова, научно-практическая конференция является своего рода отчетом о достижениях музея. 85-летний юбилей – это своеобразный отчет перед публикой, перед населением, перед самим собой, так скажем, проделанным путем нашего музея. Что мы сделали до этого периода, что наши предки его, наши люди, которые до нас работали, что сделали за 80-летний период. Ну и, конечно, мы, характеризуя свой 85-летний период, выпускаем монографию. С поздравительной речью выступил руководитель управления культуры, архивов и документации Иркебулана Гумбаев. Чтобы разделить радость сотрудников музея, со всех уголков Казахстана собрались ученые-краеведы и директора музеев. Почетные гости отметили, что главную ценность конференции представляет презентация научного каталога «Историко-культурные ценности сарарки» и монографии «История и музей». Токжана Дельбекова заявляет, Карагандинский областной историко-краеведческий музей очень богат на экспозиции и по праву считается примером для подражания. За 85 лет в музее проведено очень много. Фонды очень интересные, пополнены. Но самые интересные экспонаты, которые были получены во время археологических работ эпохи времени независимого Казахстана, это одна из значимых находок археологических «Золотой воин» из Кургана Талды-2, Карагандинской области. Конференция завершилась экскурсией по музею, в ходе которой посетители ознакомились с экспозициями, представленными в 14 залах. Также с особой гордостью был презентован аудиогид «Последнее приобретение музея». Токжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские старшеклассники заняли руководящие посты в молодежном ресурсном центре в городском Маслехате и на предприятии «Караганды-Сум». 20 ноября по инициативе представительства детского фонда ООН в Казахстане проводится серия акций, посвященных празднованию Всемирного дня детей. Одна из них – акция под названием «Дети у руля». Заместитель генерального директора предприятия «Караганды-Сум» Аслан Смогулов внимательно следит за ремонтными работами. Еще вчера он сидел за школьной партой, но сегодня уже руководит крупным предприятием, которое отвечает за водоснабжение целого города. После выезда на объект Аслан Смогулов проводит совещание, где обсуждались актуальные вопросы работы компании. Но это кресло досталось Аслану на один день. За один штатный рабочий день я познакомился со спецификой работы, познакомился с рабочими, которые работают и летом, и зимой, круглосуточно. Я получил невероятное количество эмоций, впечатлений и огромное количество опыта. Ровесник Аслана Станислав Айтмагомбетов на один день заменил директора Карагандинского молодежного центра. На совещании он обсудил предстоящие мероприятия. После обеда планируется проведение акции помощи ветеранам Ордагым-Ордагерам. Для нас, молодежи, это возможность получить колоссальный опыт у первых руководителей. А старшеклассник Жандос Мейрманов возглавил Карагандинский городской Маслихат. Акция «Дети у руля» прошла в Караганде в рамках мероприятия, посвященных Всемирному Дню Детей. Этот день проводится 20 ноября по инициативе представительства Детского фонда ООН в Казахстане. Организаторами данной акции является молодежный ресурсный центр. И сегодня предоставилась возможность депутату молодежного Маслихата города Караганды Айтмагомбетову Станиславу, ученика средней школы номер 45, побывать в роли директора молодежного ресурсного центра. И сегодня мы со Станиславом ознакомились с работой. Сегодня понедельник, планирование на неделю. Далее он участвует в подготовке наших мероприятий. Эта акция для молодежи действительно станет стимулом и мотивации в их будущем. Организаторы преследуют сразу несколько целей. Это и актуализация темы молодежного самоуправления и создание условий для участия молодежи в обсуждении общественных проблем, а также развитие у молодежи самостоятельности и ответственности. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий. Самые маленькие участники дорожного движения отдавали дань памяти детям, которые погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Устылой независимости воспитанники детского дома Кулыншах и сотрудники местной полицейской службы запустили в небо белых голубей, как символ веры и надежды и белые шары в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Региональное представительство Международной академии Содружества педагогов и психологов раннего развития открылось в Караганде. Штаб-квартира Содружества находится в Москве. В фестивале приняли участие психологи и педагоги со всего Казахстана. Международная академия Содружества педагогов и психологов раннего развития – это организация, созданная для поддержки детских учреждений, чья деятельность направлена на организацию детского досуга и обучения. Приоритетным направлением является обучение начинающих педагогов и психологов с их дальнейшим трудоустройством. Подготовка специалистов в академии не ограничивается ознакомлением с различными методиками. Это полное погружение в среду воспитания и развития детей с рождения и до трех лет. На сегодняшний момент мы имеем право и желание не просто помогать уже работающим педагогам, но и обучать начинающих специалистов, выдавая диплом соответствующего образца, что позволит начинающим специалистам чувствовать себя более уверенными в своей новой профессии. На сегодняшний день работает три представительства Академии Содружества в городах России. Четвертая открыта в Караганде. Участникам фестиваля провели мастер-классы. Среди спикеров – гости из Павлодара. Речевые нарушения, дислексия – все это не является препятствием для быстрого освоения чтением. Обучение за 15 уроков предлагают специалисты из Павлодара, которые представили свою уникальную методику. По ней работает уже на протяжении 20 лет. Наша методика успешно работает на территории Казахстана, то есть по территории СНГ. То есть ее применяют в различных школах, центрах образовательных. В общем, она имеет хорошие результаты. То есть интенсивно. Это говорит о том, что обучение проходит в 7-10 раз быстрее, чем при использовании обычной методики. Стоит отметить, что в Казахстане действует множество развивающих и обучающих центров. Но большинство из них работают разрозненно, используя свои методы. Участники фестиваля из разных городов республики признали, что здесь, в Караганде, получили массу полезного. Сегодня психологи, педагоги все собрались. И мне кажется, вот содружество, это действительно могут психологи, педагоги делиться своим опытом, своими проблемами. И все время быть взаимопониманием, чтобы общались. Где-то у кого-то что-то новое обучили. И побольше таких вот фестивалей вообще по городам Казахстана. Я думаю, семинар прошел плодотворно. Каждый педагог взял в свою копилку именно те знания, умения, навыки, которые привезли нам спикеры. Которые дают нам спикеры Караганды, разных регионов Астаны. И мне очень отрадно, и багаж наполнился. И хотелось бы, чтобы вот эта вот копилка по всем регионам, как ниточка, прошлась. В завершение фестиваля участники стали обладателями сертификата. В Академии Содружества заявляют, что пройти обучение могут не только педагоги и психологи, но и родители. Андрей Тенгер, Жан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сказочно, феерично и красиво. Иными словами, невозможно описать представление московского цирка на воде. В минувшие выходные под куполом карагандинского цирка российские гости устроили для жителей шахтерской столицы яркое шоу. Десяток гимнастов, акробатов и клоунов трудились в поте лица, чтобы показать маленьким зрителям захватывающее дух зрелища. Завораживающее представление началось с блистательного выступления русалок. Они в прямом смысле воспарили над землей, срывая улыбки с детских лиц. Программа цирковых трюков больше походила на потрясающий спектакль, где воедино переплелись трепетная эмоциональность и взрывная энергия. На арене царила таинственная атмосфера, а зрителей не покидало ощущение неописуемого восторга. На протяжении всей цирковой программы самых маленьких и внимательных зрителей веселил озорной клоун. Бурными аплодисментами наградили талантливых кошек, которые причудливо исполняли различные трюки. Не могло не радовать глаз выступления мастеров спорта по синхронному плаванию. Они исполнили свои хореографические и акробатические композиции, воплощая в жизнь фигуры пауков, медуз и кораллов. Маленькие зрители покинули цирк под впечатлением от увиденного. Они заверяют, что вернутся сюда еще не раз. У жителей города все еще есть шанс насладиться фееричной постановкой московского цирка. Российские цирковые артисты пробудут в Караганде до 3 декабря. Не упустите возможность погрузиться в сказочную атмосферу и подарите своим детям незабываемые впечатления. Приобретайте билеты в торговом центре ШИГЭС и в центральной кассе цирка. Торжан Лянов, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболгстер. Субтитры подогнал «Симон»